Вот уже не один год в рамках акции «Урожай», а также в преддверии дня пожилого человека специалисты Территориального центра социального обслуживания населения Московского района навещают своих подопечных – обладателей почтенных лет. Сегодня первый адрес – улица Гоголя, 73. Здесь живет Татьяна Сергеевна. Проблемы со здоровьем привели женщину за помощью в Территориальный центр. Теперь несколько раз в неделю к ней наведывается социальный работник, а в преддверии праздников она получает подарки. В этот раз в рамках акции «Урожай» в домашнем погребе появился картофель и лук, помощь от центра. Помощь оказывают и бытовую, и я бы сказала, даже психологическую, потому что иногда приходит у меня настроение не очень, одолела какая-нибудь болячка. Тогда она успокаивает, даже анекдот расскажет какой-нибудь, развеселит, какой-то оптимизм вселит. Поэтому очень я довольна, спасибо большое этой службе. Очень приятно, что помнят, что обслуживают, что помогают, даже вот так материально. Очень спасибо большое. Акция «Урожай» ежегодная в календаре мероприятий Территориального центра Московского района. И везде соцработников и волонтеров очень ждут. В числе участников мероприятий инвалиды, а также ребята, проживающие в домах семейного типа. Мы благодарим Территориальный центр за помощь овощами, потому что уже это не первый год они нам привозят овощи. Вот такая поддержка, она для нас очень важна, для наших деток, для всего квартала. Потому что у нас уже пять домов, и все жители квартала, и дети, и взрослые вас, конечно, за это благодарят. Особое внимание уделяем, во-первых, тем, кто находится у нас на обслуживании. Это инвалидам, которые у нас находятся в отделении дно пребывания для инвалидов. Также те, кто у нас находятся на обслуживании в отделении социальной помощи на дому. И в отделении для граждан пожилого возраста. Но мы исходим, во всяком случае, в любом случае, из того, из дохода. В настоящее время мы определяемся и смотрим на бюджет прожиточного минимума. В этом году организаторы акции планируют посетить несколько сотен адресов и предоставить помощь тем, кто в ней нуждается в масштабах прошлого года, а это более девяти тонн сельскохозяйственной продукции.